Итак, мы с вами в прошлый раз изучили, что такое у нас свойство пределов функции. То есть мы с вами показали, что если у нас имеется две функции f и g, и если у нас мы можем вычислить пределы этих функций, то предел от суммы либо разности это сумма либо разность предела. Предел от произведения, это у нас произведение пределов. Опять же повторяю, что это именно тогда, когда у нас отдельно пределы этих функций существуют. И точно так же предел от частного, это у нас частные пределы. Ну а сейчас следующий у нас подзаголовок, это у нас критерий Каши. Итак, мы сформулируем критерий Каши. Итак, теорема, да, она так и называется, критерий Каши. Итак, пусть у нас функция f, она у нас определена в прокуратой крестности, то есть из r с чертой, то есть бесконечностью тоже может быть. Тогда, чтобы у нас существовал призем к точке x-0 для функции f от x, необходимое достаточно, чтобы выполнялось условие Каши. И оно у нас следует. Такое, что для любого ε больше 0 существует такое число d, да, зависит от x больше 0, такое, что f от x-0 меньше, чем ε для любых x с чертой, x2 с чертой, принадлежащих выколотой дельте окрестности точки x0. Заметим, что у нас условие Каши очень похоже на условие Каши, которое мы с вами формулировали для последовательности. Только там и здесь мы берем две точки, которые у нас принадлежат выплатой дельте окрестности точки x0, да, то есть они, ну, по большому счету, мы можем говорить, что это у нас точки, которые близко лежат вообще к x0, да, какие-то. А для последовательности, если мы вспомним, да, то есть у нас там была разность xn минус xn, да, то есть для любых n и m, да, больше какого-то числа. Да, то есть у нас условие Каши, да, то есть мы должны понимать, что это просто получается более общее, чем для наших последовательств. Ну, доказывать я вам, соответственно, не буду, поскольку у нас, ну, по большому счету, теорема у нас дублируется, то, что у нас с вами было. Ну, соответственно, мы должны понимать, что критерий Каши, да, он позволяет нам понимать, существует у нас предел функции f от x или, соответственно, он не существует. И теперь непосредственно перейдем, как я говорила, к односторонним пределам, так называемых пределам справа, пределам слева. Итак, односторонние пределы. Итак, ну, сначала введем определение. Итак, первое у нас определение. Пусть у нас есть точечка x0, это у нас какое-то вещественное число. Пусть у нас есть число d, которое больше нуля. Тогда мы с вами будем обозначать, таки, вот, здесь будет левая полуокрестность точки x0 радиуса дельта. То есть, если мы хотим записать, что это за множество у нас получается, то есть от x0 минус дельта до x0. То есть, то, что лежит слева от точки x0 на расстоянии дельта. Это у нас левая полуокрестность точки x0. Можно вопрос? Да. А вот у вас, вот, у, b, x0 минус дельта или минус 0? Минус дельта, это дельта у нас, это не b, это у нас дельта. И здесь дельта, и здесь дельта. Нет, вот левее-левее, вот, там, x0 минус 0. Вы не нарисовали этот? Нет, это минус 0, да, совершенно верно. Минус 0, да, x0 минус 0. И так вот обозначается. Сейчас мы нарисуем это все и посмотрим, что это такое. Так, левая полуокрестность точки x0. Радиуса дельта. Итак, ну, давайте это нарисуем, что это такое у нас. Итак, вот у нас с вами есть точечка x0. Вспоминаем, что такое у нас с вами была дельта-окрестность. Дельта-окрестность мы, соответственно, здесь брали x0 минус дельта, x0 плюс дельта. Да, и вот это все, это у нас была вот дельта-окрестность точки x0. Мы вот так обозначали. Что у нас такое за левая полуокрестность? То есть мы берем точки, которые у нас лежат левее точки x0. Да, то здесь у нас получается всего лишь левая наша эта часть. x0 минус дельта. То есть у нас получается вот эта часть. Да, вот это у нас как раз таки с вами и есть левая полуокрестность точки x0 радиуса дельта. То есть то, что лежит слева от точки x0. Почему такая у нас запись интересная? x0 минус 0. То есть другими словами нас будут интересовать точки, которые лежат около x0. Да, минус 0 показывает, что оно у нас лежит слева. То есть если от x0 мы вышли бесконечно малое число, да, понятно, что мы будем лежать около x0. Мы будем лежать слева от точки x0. То есть мы будем смотреть на x0 как бы с левой стороны. Ну, аналогично мы можем ввести, что такое правая полуокрестность. Да, и правая полуокрестность у нас получается записывается следующим образом. У дельта от x0 плюс 0. Да, вот это у нас как раз таки будет у нас правая полуокрестность. То есть это у нас от точки x0 до точки x0 плюс дельта. То есть это у нас правая полуокрестность. То есть вот мы, соответственно, то, что у нас получится справа. Справа сама рисую слева. Итак, справа. Вот наша точечка x0. А вот здесь у нас x0 плюс дельта. То есть нас будут интересовать точечки, которые лежат справа относительно x0. Да, и, соответственно, вот это у нас правая полуокрестность. Точки x0. Да, тоже радиуса дельта. Если мы говорим про проколотые полуокрестности, то, соответственно, это означает, что мы просто исключаем точку x0. x0, да, то есть если мы запишем проколотые полуокрестности, то это на самом деле это и есть что такое у нас. От x0 минус дельта до x0. То есть x0 как бы мы взяли и исключили. Ну и точно так же мы можем говорить про проколотую окрестность вправо. Ну, давай, почему мы дельта... Сейчас я напишу, почему мы используем дельта и миксел. Ну, сейчас расскажу. Ну, если вы вспомните про определение предела, то есть что у нас там у нас есть и эпсилонокрестность, и дельта окрестность. Ну, обычно дельта окрестность – это то, что касается у нас переменной нашей x. То есть x по оси x у нас всегда мы берем дельта окрестность. Ну, так принято на самом деле. А по оси y, да, то есть когда у нас функция чего-то отклоняется, мы там берем эпсилонокрестность. То есть это вот просто исторически вот так задано. То есть не обязательно, то есть если я напишу вот таким образом, да, эпсилонокрестность точки x0, да, то есть, ну, это просто будет означать, что это эпсилонокрестность, да, то есть я могу точно так же правую, левую определить. То есть здесь мы должны понимать, что дельта – это какое-то конкретное число. Это, ну, вот просто исторически сложилось. То, что касается оси x – это у нас там дельта окрестности. То, что касается оси y – это у нас эпсилонокрестность, да, ну, в принципе, можно букву абсолютно любую вписать. Итак, следующее. Извините, можно чуть выше поднять? Виктория Викторовна, а x0 – это у нас произвольное какое-то число? Произвольное, вот, произвольное вещественное число. То есть вот произвольное вещественное число у нас. любое. То есть если я записала вот таким образом, давайте пример приведу, да, раз, не пошли писать. Окрестность, пусть у меня будет проколотая, точки, допустим, 3 слева, радиуса 2. Что это означает, да, вот здесь у нас уже конкретно. То есть здесь у меня дельта равно 2, точка сама x0 равна 3, и мы должны посмотреть на эту точку 3 слева, да, и радиус у нас равен 2. Что же это у нас получается? Итак, смотрим. То есть это у нас получается x0 минус дельта, то есть это получается 3 минус 2, это получается единица, то есть от единицы мы до тройки, то есть это интервал от единицы до трех. То есть это у нас просто какие-то числа. Итак, следующее наше определение, что такое у нас предел функции слева. Итак, определение. Пусть точка х с нуликом, она у нас какая-то конечная решительная точка, и пусть функция f у нас определена проколотой полуокрестности точки х с нуликом. То есть она в какой-то окрестности определена слева относительно х с нуликом. То есть справа относительно х с нуликом она может вообще в принципе даже и не существовать. Тогда точка А из R с крышечкой называется пределом слева функции f от x в точке х с нуликом. Если для любого epsilon большего нуля существует delta, зависящая от epsilon больше нуля, то для любого х из проколотой дельта окрестности точки х с нуликом левой сторонней полуокрестности функция f от x будет принадлежать epsilon окрестности точки А. Итак, то есть заметим, что здесь, когда мы говорим про предел слева, да, левосторонний предел, так называем, функции, то нам нужно, чтобы у нас функция была определена слева, да, и для всех точек, которые попадают у нас в полуокрестность точки х с нуликом, левостороннюю полуокрестность, у нас будет выполняться следующее, что функция f от x попадет в epsilon окрестность точки А. И тогда это записывается у нас следующим образом. Предел при x, стреляющемся, x с нуликом минус 0, то есть здесь подчеркивается то, что мы рассматриваем предел слева от функции f от x равно числу А. Вот это запись, что это такое. Теперь давайте, соответственно, посмотрим, попробуем нарисовать, что же это у нас есть такое. Итак, рисуем. Итак, пусть у нас вот точечка x нуликом, и у нас функция, да, она вот как-то у нас идет до f от x нулика, вот как-то она у нас шла, а здесь она, в принципе, могла разорваться, могла быть вообще неопределена, да, то есть это может быть какая-то вообще вертикальная консисимптос. То есть точка x нуликом, она может быть неопределена. Тогда что у нас называется пределом, да, то есть если мы для любого epsilon больше нуля, то есть какой бы мы epsilon не задали, у нас мы найдем такую полуокрестность точки x нуликом, да, вот здесь у нас x нулика минус дельта, то есть такую полуокрестность, что для всех точечек, которые у нас попали вот сюда, у нас функция f от x будет попадать, вот у нас пускай будет число а, вот я его в празднике, функция f от x попадет в epsilon окрестность точки а, то есть она возьмет и попадет в epsilon окрестность, давайте я фиолетовым нарисую, epsilon окрестность точки а, да, то здесь у меня, соответственно, f от x плюс epsilon, а здесь у меня f от x минус epsilon, да, то есть у меня вот она попадает вот сюда. Еще раз, здесь мы не смотрим на то, что у нас вот здесь творится, здесь может быть все, что угодно с нашей функцией происходить, до того, что она может быть неопределена, то есть у нас как бы определение предела, но мы рассматриваем только точки, которые подходят к точке x нулика с левой стороны. Итак, точно так же мы можем определить предел справа, да, мы определим предел справа, определяется точно так же, то есть пусть у нас точечка x нулика, вот у нас конечная точка, а f у нас определена проколотой окрестности правой относительно точки x нулика. тогда точка у нас тогда точка у нас b называется предел справа функция f от x точки x нулика. если если для любого ипсилон больше нуля существует число дельта зависящее от ипсилон больше нуля такое, что для любого икс из проколотой полуокрестности правосторонней относительно точки x нулика функция f от x будет принадлежать ипсилон окрестности точки b и записываться это будет у нас следующим образом предел при ипсилон ипсилон плюс 0 это есть b иногда записывают чтобы не писать предел запись может быть сокращена иногда пишут вот таким образом f от x ноликом плюс 0 это есть b и соответственно это правосторонний предел а f от x ноликом это у нас есть а это предел левосторонний в точке x ноликом и такая запись у нас есть и такую такую запись мы с вами будем использовать ну понятно что когда вас будут просто говорить посчитать предел мне конечно хотелось бы чтобы насчет предела писали чтобы понимали что вы находите предел итак правосторонние и левосторонние пределы они называются односторонними пределами итак ну теперь соответственно утверждение утверждение которое на самом деле является сформулирую и так то есть у нас у нас с микрофоном проблема у нас с микрофоном проблема теперь лучше 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 хорошо итак пусть у нас x ноликом у нас конечная точка вещественная пусть функция f определена в проколотой окрестности точки x ноликом тогда существование предела функции f от x в точке x ноликом да то есть чтобы существовал предел необходимо и достаточно существование левостороннего предела правостороннего предела и того чтобы они у нас совпадали то есть у нас необходимо и достаточно чтобы у нас существовал соответственно существует у нас предел справа предел слева и кроме того они должны естественно совпадать и так ну как находить левосторонний правосторонний предел для конкретных функций у нас еще примеры у нас с вами будут ну а теперь давайте рассмотрим что будет у нас если мы возьмем не все функции а будем рассматривать только монотонные функции это пределы монотонных функций ну мы сразу уже говорили о том что такое у нас монотонные функции да монотонные у нас последовательности были то есть у нас что такое возрастающая последовательность убывающая ну для функций у нас на самом деле очень похоже цена и там функция f от x она у нас называется возрастающая если для любых x1 меньше x2 у нас будет выполняться следующее f от x1 не превосходит f от x2 Ну, соответственно, если мы говорим про убывающую, то все будет то же самое, только знак неравенства у нас поменяется на противоположный. Если мы говорим строго возрастающий, строго убывающий, это просто означает, что у нас стоят знаки строго больше, строго меньше. Итак, теорема. Виктория Викторовна, можно попросить, пожалуйста, на секундочку экран вверх поднять? Можно. Еще или хватит? Нет, достаточно, спасибо. Спасибо. Итак, пусть у нас А и В, это у нас любые точки. Единственное, что у нас А меньше, чем В, но в принципе у нас А может быть равно минус бесконечности, а В может быть равно плюс бесконечности. И пусть у нас функция Ф, она у нас возрастает на интервале А, В. Тогда существует предел функции Ф от Х в точке В слева, и он равен супремуму функции Ф на интервале от А до В. Понятно, что будет симметричная теорема для того, что если функция у нас убывает, то существует, соответственно, предел у Ф от Х в точке А, соответственно, справа, который будет, соответственно, равен, соответственно, чему? Итак, ну давайте, соответственно, мы докажем эту теорему, почему это так. Итак, доказательства. Итак, пусть у нас супремум функции Ф равен какому-то числу. Ну, пускай у нас будет В большому. Да, ну, в принципе, и бесконечности он тоже может быть, да, то есть это число у нас меньше либо равное, ну, бесконечности. Итак, возьмем произвольное число Эпсилон больше нуля. Ну, а теперь давайте вспомним определение верхней грани функции. То есть из определения верхней грани функции у нас будет что следует? Что существует такое число Х, зависящее от Эпсилон, из интервала А, В, что функция Ф в точке Х Эпсилон принадлежит Эпсилон окрестности точки В большой. Замечательно. Тогда давайте возьмем дельта таким, чтобы у нас наша точка Х Эпсилон не принадлежала дельта окрестности точки В. Итак, выберем. Такое число дельта, оно, соответственно, зависит от Эпсила больше нуля. Такое, что Х от Эпсилон не принадлежит дельта окрестности точки В. То есть другими словами, что значит, что он не принадлежит дельта окрестности? Оно означает, что у нас дельта окрестность точки В лежит правее, чем Х Эпсилон. Тогда что мы получаем? Ф от проколотой дельта окрестности В минус 0. Что же это у нас за точки такие будут? То есть если мы возьмем все точки из проколотой дельта полуокрестности точки В, они будут содержаться в Эпсилон окрестности точки В большой. Потому что точки у нас лежат где? Слева, да, относительно Х Эпсилон. И это у нас будет верно, поскольку у нас функция возрастает. То есть у нас получается, если Х1 меньше Х2, то Ф от Х1 меньше Ф от Х2. Поэтому у нас это включение будет верно. То есть так как функция Ф у нас возрастает. Ну а следовательно, у нас получается, что существует предел слева для функции, для предел слева, левосторонний предел в точке В, и он будет равен В большому. Итак, ну соответственно, еще раз говорю, что если мы здесь поменяем правосторонний предел, да, и функция у нас, то, соответственно, у нас здесь вместо супремума у нас, соответственно, будут инфимы функции. Да, и, соответственно, доказательства будут точно такие же. Только включение будет у нас, соответственно, наоборот. Итак, давайте, соответственно, теперь перейдем. Знаю, что такое у нас пределы, да, то есть левосторонние и правосторонние мы пока с вами чуть-чуть оставим. И поговорим про сравнение функций с точки зрения предела. Как можно сравнивать функции. Итак, следующий подзаголовок. Пишем сравнение функций. Как мы их можем сравнивать. Итак, пусть у нас здесь будет А. Это у нас любое несущественное функции. Если оно будет равно плюс либо минус бесконечности, мы будем, соответственно, оговаривать отдельно. И х нуликом это тоже у нас конечное и несущественное число. Пункция определенная в некоторой прокуратой, прошу прощения, в некоторой прокуратой точки А называется бесконечно малой. При х, стремящемся к А, либо, говорят, в точке А, если предел функции f от х в этой точке равен 0. Ну, мы с вами про бесконечно малую последовательность уже тоже говорили, да, что это такое, что это предел, у которых равен 0. А здесь у нас функция бесконечно малая, если ее предел равен 0. Точно так же можно определить, что такое у нас бесконечно большая функция. Итак, пусть у нас f определена прокуратой окрестности точка А. И она у нас называется бесконечно большой функцией при х, стремящемся к А, если предел функции f от х равен бесконечности. Да, здесь не уточняется плюс бесконечность, минус бесконечность. Да, главное, что это не конечные наши числа. Точно так же, как мы с вами для последовательности говорили, что если у нас сумма двух бесконечно малых, это есть бесконечно малая, сумма произведения ограниченной на бесконечно малое, это есть бесконечно малая. Здесь на самом деле все будет практически то же самое. Да, и это все точно так же можно показать. Итак. Следующее наше определение. Пусть у нас есть функция f и g, которые у нас определены в некоторой прокуратой окрестности точки А. Причем здесь А, я подчеркиваю, может быть и плюс, и минус бесконечности. И пусть у нас существует константа, это цель такая, это цель у нас константа, такая, что функция f от х не превосходит константу на функцию, соответственно, g от х. Для всех точек и с прокуратой окрестности точки А. Тогда говорят, что функция f есть о большое относительно функции g при х, стремящемся к а. То есть f это есть о большое, поскольку у нас сейчас появится еще и о маленькое, да, о большое, оно пишется с подчеркиванием снизу, поскольку они могут быть разными у нас размерами. То есть функция f от g при х, стремящемся к а. Что это означает? Что функция f, она у нас получается ограничена сверху функции g от х с точностью до некоторой константы c. И говорят, что функция f это есть у нас о большое от функции g. Ну, иногда есть запись такая, что когда говорят, что у нас функция f это у нас о большое относительно g, то пытаются записать с помощью о большое через аргумент. Ну, чаще всего, чтобы нагромождения символов не было, то, соответственно, я буду записывать вот в таком виде, да, и увидите, что в литературе чаще всего вот так оно, соответственно, и записывается. Следующее определение, зачем нам это было нужно, это чтобы понять, что такое функции одного порядка. Итак, функция f и функция g называются функциями. Извините, а можно вопрос? Да. Вот у вас в скобочках вверху написано a, m точка b, бесконечно малые или что это? А, и в скобочках, вот здесь? А, да, да. А может быть плюс-минус бесконечность. А, все, спасибо. Да, то есть плюс-минус бесконечность, а может тоже быть, то есть обязательно. Конечно. Итак, f и g называются функциями одного порядка при x, стремящемся к a, да, либо в точке a, говорят, хотя подразумевают именно вот это. Если функция f, это есть о большой от функции g, и функция g, это есть о большой от функции f. Да, то есть это функция у нас одного порядка. Ну, если функция у нас одного порядка, то можно записать их следующим образом. Функция f у нас такого же порядка, что и функция g, да, при x, стремящемся к a. Здесь обязательно, да, то есть они могут быть функцией одного порядка в одной точке, да, но могут быть функциями разных порядков, да, и, соответственно, не являться функциями одного порядка в другой точке. То есть здесь важно подчеркивать именно в какой точке. Итак, утверждение. Пусть у нас предел отношения функций f и g в точке a равно какому-то числу, пускай будет a, которое это вещественное число, и оно у нас отлично от нуля. Итак, тогда функции f и g являются функциями одного порядка. При x, стремящемся к a. Итак, ну, давайте, соответственно, покажем, что это действительно так. То есть если отношение функций в пределе это есть константа, то функция это у нас является функциями одного порядка. Итак, доказательства. Итак, ну, давайте с вами рассмотрим предел. Точки а отношения модулей f и g. Итак, ну, что получилось? Если мы знаем, что у нас отношение это есть а, то если мы будем делить модули, то поскольку а у нас любое число, да, то мы по большому счету получим модуль числа а. Причем это число, оно у нас уже заведомо будет как бы. Пыльно. Пыльно. Можем с вами получить. f от x по модулю f от x. Но у нас не превосходит. Поскольку это положительный. Возьмем, допустим, три вторых модуля а. Ну, и второй модуля а. Поскольку мы всегда найдем такое число дельта, когда у нас это равенство будет выполняться. То есть у нас зафиксировали эксилон и у нас, соответственно, найдем дельта, для которого будет выполняться. Для всех точек x с проколотой дельта окрестности точки а. Тогда мы что можем сказать? Тогда мы можем сказать, что функция f от x по модулю будет непривоснованной. Трех вторых на модуль а на модуль функции f от x. А это, значит, функция f от x. Знаете, что функция f от x будет непривосходить 2 делить на модуль а на функцию f от x по модулю. А на а это число константа. И тем самым мы получили, что функция g это есть у большого от функции f. Ну, а, соответственно, если у нас по определению функция f является у большой от функции g, и g это есть у большой от функции f, это означает, что функция у нас одного порядка. То есть мы с вами получили, что функция f и g, они у нас одного порядка. То есть еще раз, у нас функция одного порядка. Мы уже можем для себя считать, что это просто те функции, предел отношений которых это есть просто число постоянное. Это просто есть какая-то константа. Итак, следующее наше определение. А можно на вопрос? Да, конечно. А вот о большое, это что такое? Еще раз, о большое по определению. Это у нас, если модуль функции f от x не превосходит константа на функции g от x. То есть говорят, что функция f ограничена функцией g от x точностью до константа. Теперь понятно. То есть функцию f можем загнать промежуток от функции g от x до функции минус g от x в точности до константа. То есть она в каком-то промежутке. И, соответственно, у нас получается, что если мы и одну можем, и другую, понятно, что при различных константах, то это означает, что эта функция у нас просто одного порядка. Итак, следующее наше определение, что функции f и g называются эквивалентными при x, стремящемся к a, если функция f от x может быть представлена как произведение функции λ от x на функцию g от x для всех точек в проколотой окрестности точки а, где предел функции λ от x в точке а есть единица. То есть эквивалентные функции, все они обозначены вот таким образом. Это у нас такие функции, которые мы можем одну выразить через другую, через произведение, через умножитель λ от x, такой, что в этой точке он равен просто единице. Ну, свойства у нас, свойства эквивалентных функций. Первое свойство, что если функция f у нас эквивалентна функции g при x, стремящемся к a, то тогда, соответственно, и функция g эквивалентна функции f тоже при x, стремящемся к a. То есть симметрия у нас выполняется. Ну, и второе, соответственно, что если функция f эквивалентна функции g, а функция g эквивалентна функции h при x, стремящемся к a, то тогда функция f будет эквивалентна функции h при x, стремящемся к a. То есть и симметричность, и транзитивность у нас, соответственно, выполняются. Следующее у нас свойство, что если предел отношений функции f от x и g от x равен единице, то тогда функция f эквивалентна функции g при x, стремящемся к a. Иногда вот это третье свойство берут за определение, что такое эквивалентные функции. То есть эквивалентные функции – это функции, у которых предел отношений – это есть единица. На самом деле вот таким определением, на самом деле, очень удобно пользоваться для решения различных задач. Итак, ну давайте с вами подумаем, какие у нас функции являются эквивалентными, какие у нас будут функции одного порядка. Итак, ну давайте с вами посмотрим, что есть что. Итак, пример. Итак, ну давайте сравним, допустим, функцию x и x квадрат. Будут ли эти у нас функции являться эквивалентными функциями? Наверное, если будет к единичке все стремится, то да. Так, совершенно верно, что тут все зависит от того, к чему у нас стремится, соответственно, x. Итак, пусть x у меня стремится к плюс бесконечности. Будут ли они у нас являться эквивалентными функциями? Нет, не будут. Нет, не будут. А какими они у нас будут? Они, может, одного порядка будут? При бесконечности? Ну, при бесконечности одного порядка, к сожалению, они не будут, потому что если мы возьмем, рассмотрим предел отношений этих функций, то констанции здесь не будет равно отношения при экстремящемся к бесконечности. Да, будет, соответственно, у нас равно либо нулю, либо бесконечности, в зависимости от того, что на что вы будете делать. Хорошо, верно ли то, что у нас x является u большим? Вот x квадрат. Итак, давайте с вами посмотрим еще раз, что такое у нас u большое. Возвращаемся. u большое, это что такое? Верно ли то, что x мы можем ограничить, да, то есть оно не превосходит константы на, соответственно, x квадрат? Да, можем сказать на бесконечности, да, то есть это у нас действительно верно. То есть мы можем сказать, что у нас x, это у нас u большое от x квадрата. Хорошо, следующий у нас пример. Ну, давайте хотя бы, ну, давайте еще раз на бесконечности. Итак, 2x в кубе плюс 1 делить на x плюс 1. Какой функции у нас будет эквивалентна наша эта дробь, если x у нас стремится на плюс бесконечности? Чему это у нас будет эквивалентно? Так, на что мы должны поделить, скажем так, у нас нашу эту дробь, чтобы предел отношения у нас был равен единице? На обратно. На обратно, хорошо, так. А еще? Подскажу, на x в какой степени я должна поделить? Во второй, наверное. Во второй, совершенно верно. То есть у нас получается, оно будет эквивалентно, что 2x квадрата. То есть если мы будем находить предел отношения этих двух функций, то они у нас, соответственно, будут равны единице. Итак, ну, мы должны с вами, поскольку на практике, как-то переходить к замечательным пределам, да, к эквивалентным функциям, то, соответственно, мы должны, на самом деле, показать следующее, что у нас x эквивалентен, соответственно, синусу x, эквивалентен тангенсу x, эквивалентен арксинусу x, эквивалентен арктангенсу x, эквивалентен логарифму единицы плюс x и эквивалентен е в степени x. Ну вот это, к сожалению, мы вот прямо сейчас показать не можем, но с другой стороны, то есть мы знаем, что такое у нас эквивалентные функции, и вы должны запомнить, что вот эти функции, они между собой все эквивалентны. И по большому счету нас интересует то, что у нас, допустим, арксинус x эквивалентен x. Логарифм 1 плюс x тоже эквивалентен x. Е в степени x у нас тоже эквивалентен x. А и с помощью эквивалента мы сможем уже с вами решать более сложные пределы. Извините, Виктория Викторовна, там е в степени x минус 1? Да. Спасибо. Итак, ну теперь мы узнали, что такое у нас у большой, теперь переходим к у малому. Итак, определение. Функция ЖЭЛа называется бесконечно малой функцией. По сравнению с функцией Ф при х, стремящемся к А, если функция ЖЭЛа может быть представлена в виде произведения функции ε от x на f от x для всех точек проколотой окрестности точки А, где ε от x обладает свойством тем, что предел функции ε от x при х, стремящемся к А, есть 0. И тогда записывается следующим образом, что функция g, это есть о маленькая, поскольку она маленькая, его сверху приплюснули, это о, сверху черточка стоит, от функции f. То есть мы функцию g от x можем представить в виде произведения двух функций, где предел одной из них равен нулю. И тогда мы говорим, что функция g от x бесконечно малая по сравнению с функцией другой, да, бесконечно малая относительно функции f. Итак, ну давайте пример тоже проведем, чтобы было понятно, что противень у нас бесконечно малая. Ну, самое простое, взяли точечку x равную нулю, да, и что мы можем сказать про x квадрат? Она будет бесконечно малая относительно какой функции, допустим? x в кубе, наверное. Вот это аккуратно, да, то есть у нас x квадрат будет бесконечно малая, да, то есть мы должны функцию g от x, представьте, видите, здесь функция, смотрите, epsilon от x на f от x, да, и epsilon от x должно стремиться к нулю, да, то есть у нас получается, если мы возьмем x в кубе, ну, она, конечно, бесконечно малая, но, в принципе, быть ей не обязана, потому что если я возьму в качестве epsilon от x единицу на x, то единица на x в точке 0 к нулю-то не стремится. А вот если я возьму в качестве функции f функцию x, да, то есть у меня получается x квадрат, я могу представить x умножить на x, да, это у меня функция f от x, а это у меня функция epsilon от x. И предел нашей вот этой функции epsilon от x может стремиться к нулю, если x стремится к нулю. Но с другой стороны, если я возьму уже другую точечку, возьму бесконечность, то я могу сказать, что x у меня уже будет бесконечно малой относительно x в квадрате, да, это если у меня x стремится к плюс бесконечности. Почему? Потому что я могу x представить как единица на x умножить на x квадрат. Это у меня функция f от x, это у меня функция epsilon от x. И она у меня, вот эта epsilon от x, при x стремящемся к плюс бесконечности, будет стремиться тоже к нулю. То есть x является бесконечно малой относительно x квадрат. То есть в зависимости от того, какая у нас точка, мы тоже можем говорить о том, что у нас, что происходит, какая функция является бесконечно малой относительно другой, да, то есть у нас не обязательно по ком-то, они всегда будут одна бесконечно малая относительно второй, да, то есть у нас в разных точках может не поменяться эти функции. Итак, следующее у нас, это тоже свойство у нас для наших эквивалентных функций, для того, чтобы удачно и находиться вам пределы. Итак, которая говорит следующее, что пусть у нас функция f эквивалентна функции f1, функция g у нас эквивалентна функции g1, при x стремящемся к а. Тогда, если у нас существует предел, при x стремящемся к а, отношение функции f от x, прошу прощения, f1 от x на g1 от x, то тогда и существует предел отношение функции f1 от x на g1 от x. То есть эта теорема позволяет заменять функции на эквивалентные при решении предела. Итак, доказательства здесь в одну строчку, давайте его приведем, почему это так. Итак, если мы, скажем, рассмотрим функцию f деленная на g, что такое у нас эквивалентные функции? Это означает, что мы можем предел отношения у них, что равен на самом деле единице. Если мы рассмотрим отношения функции f и g, мы можем с вами записать, что это есть λ1 на f1 на λ2 на f2. Где λ1 и λ2 это у нас функции, такие, что предел равен единице. Да, предел у нас λ1 от x на λ2 от x. Поскольку пределы у каждой функции λ1 и λ2 существуют, то же будет равно единице. Ну, а теперь у нас понятно, что у нас предел. Функция f от x на g от x. Это есть предел λ1 от x на λ2 от x. f1 от x на f2 от x. Ну, теперь если у нас предел вот этот существует, этот у нас заведомо существует предел, то у нас получается, что предел произведения – это произведение пределов. Один у нас предел равен единице. Ну, а здесь у нас останется предел f1 от x на f2 от x. Тем самым мы теперь заменять на эквивалентный на самом деле можем. Итак, пример. Например, у нас с вами с вами с вами с вами знаем, что sin x у нас эквивалентен x. Логарифм единицы плюс х тоже эквивалентен х. Когда у нас получается х на х, этот предел равен единице. Тем самым мы можем с помощью замены на эквивалентные, мы можем соответственно находить пределы. И нахождение этих пределов с помощью замены на эквивалентные еще называется нахождение пределов с помощью замечательных пределов. Потому что эти эквивалентности идут через свойств замечательных пределов. И теперь переходим к следующему большому разделу про функции. Это непрерывные функции. И мы должны рассмотреть, что такое у нас непрерывные функции. Что такое у нас непрерывные функции на отрезке. Что такое у нас односторонняя непрерывность. Что такое у нас точки разрыва. Итак, ну сегодня мы с вами успеем только сформулировать, что такое у нас непрерывность функции в точке. Основные определения и основные теоремы. И уже соответственно до свойств мы, соответственно, дойдем с вами в следующий раз. Итак, непрерывные функции. Это определение. Это определение. Если выполняется одно из следующих условий. Итак, все эти условия на самом деле, можно показать, что это как бы у нас одно и то же. То есть они у нас из одного определения будут вытекать другое определение. Итак, вы можете, соответственно, для нахождения, что такое у нас непрерывные функции в точке, для определения непрерывности пользоваться любым. Нам нужно, соответственно, все эти определения для того, чтобы удобнее было доказывать те или иные теоремы. И показывать, что функция в точке не будет. Первая у нас функция f от x. Ф в точке x нолик. Второе у нас определение. Что предел функции дельта f. А это у нас есть предел f от x ноликом плюс дельта x. минус f от x ноликом плюс дельта x, стремящемся к ноликом. Это у нас есть ноликом. Еще вот это выражение вызывает приращение функции f в точке x ноликом. Следующее у нас определение. Для любого epsilon большего нуля существует такое число дельта, заведующая от epsilon больше нуля, что функция f от x попадает в epsilon окрестности точки x ноликом для любого x из дельта окрестности точки x ноликом. Итак, следующее у нас. Вот, чуть-чуть зависло у меня. Час. Четвертое наше определение. Для любого epsilon большего нуля существует такое число дельта, зависит от всего на большего нуля. Тотовки. Дельта окрестности точки x ноликом под воздействием функции f содержится в epsilon окрестности функции f от x ноликом. Следующее у нас. Для любой окрестности f от x ноликом существует окрестность точки x ноликом такая, что выполняется следующее вложение. Ну и последнее. Через последовательности. Для любого, для любой последовательности x n, такое, что x n у нас принадлежит окрестности точки x ноликом и x n сходится к точке x ноликом при n, стремящемся к бесконечности, имеет место следующее. f в точке x n сходится к f от x ноликом при n, стремящемся к бесконечности. Здесь тоже при настремляющемся бесконечности. Заметим, что все наши эти определения, они у нас на самом деле эквивалентны. То есть на самом деле здесь записано в принципе одно и то же, только записано абсолютно разными символами и записано на разных языках. Но в принципе это все одно и то же. То есть если мы распишем определение предела функции f от x, то что равен f от x0, если мы распишем вот это определение и возьмем, что дельта x это x-x0, то мы получим одно и то же. То есть с точностью до того, что можно просто неравенство преобразовать и получить то же самое. Здесь тоже написано либо через неравенство, либо через эпсилон и дельта окрестностей. Но последнее понятно, что записано в определение предела нашего первого, просто определение предела по гейне. То есть первое у нас по каши, то есть третье расписано, а шестое это просто по гейне. То есть на самом деле это все у нас одно и то же. Мы должны понимать, что это у нас любое. Это определение мы можем использовать для непрерывности функции в точке. Итак, ну а теперь сформулируем две теоремы, которые нам будут важны. Итак, первая у нас теорема. Это о сохранении знака функции. И вторая теорема, которая у нас с вами будет про арифметические свойства непрерывных функций. Итак, первая теорема у нас следующая. То есть у нас функция R-X. Она у нас непрерывна точкам и к стойкам. То есть мы для себя должны понимать непрерывные функции к стойкам, это означает, что она у нас идет к точкам к стойкам, она имеет свой предел, который есть в R-X. Это приедет. Пусть f у нас непрерывно в точке x0 и пусть значение точки x0 у функции у нас больше нуля. Тогда существует окрестность точки x0 такая, что функция f от x больше нуля для всех точек из этой окрестности. Ну, либо можно сформулировать, что если у нас функция f от x0, она у нас меньше нуля, то тогда существует окрестность точки x0 такая, что функция f от x будет меньше нуля для всех точек из этой окрестности точки. То есть о чем говорит наша теорема? Вот у нас имеется какая-то функция, которая в точке x0, она у нас больше нуля. Вот она у нас шла, она у нас больше нуля. То тогда у нас найдется какая-нибудь маленькая окрестность, да, хотя бы маленькая, но здесь она у меня вообще большая, допустим, окрестность. Такая, что здесь у нас на этой окрестности у нас функция тоже будет больше нуля. То есть если мы возьмем, да, вот такую какую-то функцию и взяли какую-то точку, да, то есть x0 там рядом, уже там она практически там к нулю подходит, то есть все равно у нас будет существовать такая маленькая-маленькая окрестность, да, точечки, где у нас, соответственно, функция будет тоже больше нуля. То есть у нас не может быть так, что если функция у нас больше нуля, то у нас все сразу же, следующая точка, она у нас делает так, что функция f от x у нас ушла, соответственно, будет меньше нуля. Да, и эта теорема называется о сохранении знака. То есть мы можем всегда выбрать окрестность там, где функция будет у нас того же самого знака. Итак, и вторая у нас теорема. Это про арифметические свойства непрерывных функций. Итак, пусть у нас функции f и g непрерывных точки x нуля. Тогда сумма функций, разность функций, произведение функций. И если g у нас не равно нулю, то f на g тоже, здесь пишу g не равно нулю, тоже будут непрерывные точки x нуля. То есть если у нас есть с вами непрерывные функции, да, от того, что мы будем складывать, вычитать, умножать и делить, непрерывность у нас с вами сохранится. Это на самом деле очень важно. Да, и если мы с вами в следующий раз покажем, что у нас, если мы возьмем сложную функцию, что непрерывность у нас будет сохраняться, когда и обратные функции, да, то тогда мы можем с вами говорить уже про все наши функции элементарные и говорить о том, что у нас функции, да, все элементарные функции, они у нас там непрерывные. Ну понятно, что может быть не на всей, то есть понятно, что на своей области определения, да, то есть не во всех точках, но на своей области определения. И это будет на самом деле очень важно, поскольку мы тогда уже непрерывные с вами закроем, да, и, соответственно, сможем находить, перейдем к точкам разрыва, да, и посмотрим, что такое у нас точки разрыва. Но это у нас, соответственно, будет на следующем занятии. Итак, на сегодня у нас с вами... Виктория Викторовна, извините, пожалуйста, последний вопрос. А как так получается, что у нас f и g непрерывны в точке x0, если это функции, и мы, соответственно, подставляем точку x0, это же будет точка? Я как-то не могу... Нет, еще раз, еще раз, да, они у нас... Что значит непрерывны в точке x0? Это означает, да, вот возьмем, допустим, первое наше определение, то, что предел функции, это просто и значение функции в этой точке. Непонятно, как сумма либо разность, то есть здесь у нас, вот смотрите, у нас имеется функция одна, вот у нас точка x0, вот у нас, допустим, функция f от x1, она у нас непрерывна в точке x0, да, пусть у нас имеется какая-то вторая... Да, она ведь непрерывна вообще, она не может быть в точке непрерывна. Еще раз, мы с вами сейчас рассматриваем, что такое у нас непрерывность в точке, да, не вообще непрерывная, да, а непрерывность в точке, да, непрерывность в точке. равно значение этой функции в этой точке. Заметьте, что это вообще в принципе не обязательно. То есть если я вот возьму, нарисую вам вот такую функцию. Здесь она шла, шла и дошла, допустим, до единицы. А здесь после точки х с ноликом она выходит из двойки. Вот в точке х с ноликом она разорвалась. То есть в точке х с ноликом она не является непрерывной. Потому что предел функции f от х при х с ноликом, он вообще здесь у нас не существует. Мы здесь можем посмотреть предел слева. Слева она доходит у нас в единицу. Мы можем посмотреть у функции f от х предел справа. Он равен 2. И они у нас не равны, а соответственно у нас нет предела в точке. И соответственно в этой точке функция f от х она не является у нас непрерывной. То есть мы сейчас просто говорим про непрерывность в точке. Да, да, понятно. То есть здесь мы не путаем. Мы сюда идем потом дальше про непрерывность на отрезке, на интервале и так далее. Здесь мы говорили пока только про непрерывность в точке. Итак, на сегодня тогда у нас с вами все. Все могут быть свободны. Группа у нас 0,3,10. Вы можете оставаться. У нас сейчас через маленький перерыв будет, соответственно, практическое заметие. Катарик, а можно вопрос? Можно. Вот скажите, пожалуйста, почему вот сейчас вот то, что вы нарисовали, почему один это предел слева получается? Он не справа разве будет предел? Мы смотрим на х ноликом, смотрим с какой стороны? Слева. То есть мы к нему подходим слева. И получается у нас единица. А вот здесь мы подходим, соответственно, справа. То есть справа на него смотрим. То есть вы можете считать, что вот здесь у нас мордочка висит. И мы смотрим сюда, вот сюда, с левой стороны голову повернули. Противоположную получается слева, да? Ну, слотик с левой стороны, да? То есть у нас мы слева относительно точки х ноликом находимся. А здесь мы находимся, соответственно, справа от этой точки, да? То есть, соответственно, голову должно в другую сторону посмотреть. То есть мы здесь справа, да? То есть это вот предел справа. Я спрашиваю, 0-3-10 или 0-3-0-8? 0-3-0-8. 0-3-0-10 у нас уже было занятие. Ну, если вы хотите остаться, ради бога, я только за. Ну, если вы хотите остаться, ради бога, я иду.